Дальневосточный центр детского отдыха построят в Хабаровском крае. Соглашение об этом подписано во время Восточного экономического форума во Владивостоке. О его итогах подробнее сейчас расскажет Антон Петрович. Круглогодичный детский центр начнет работать в 2023 году в районе села Бычиха под Хабаровском. Партнерами проекта выступили госкорпорация ВПРФ, она предоставит инвесторам льготный кредит и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Центр будет построен на условиях концессии. Инвестор вкладывает средства в социальную инфраструктуру, а государство в течение 10-20 лет расплачивается с ним. Общая стоимость строительства составит порядка 2,3 миллиарда рублей. За одну смену в центре смогут отдохнуть, укрепить здоровье, пройти интересные образовательные программы 300-350 детей. Также на Восточном экономическом форуме был представлен проект создания межвузовского кампуса в Хабаровске. Его уже поддержало Министерство науки и высшего образования страны. Кампус рассчитан на 10 тысяч человек. Он будет интегрирован в городское пространство и станет совместной площадкой четырех вузов ТОГУ, Академии экономики и права, Института искусств и Медицинского университета. Стараемся их проектировать таким образом, чтобы само обслуживание, эксплуатация, оно было экономически с одной стороны выгодным, с другой стороны не было непосильным бременем для университетов. А еще несколько проектов пока находятся в стадии подготовки и ждут своих инвесторов. Это строительство Неманская ГРЭС в Верхнебуринском районе. К ней уже проявили интерес бизнесмены из Китая. Подбирается территория для газопровода из Якутии к побережью Охотского моря. Началось создание кластера по производству стройматериалов на площадке ТОР в Хабаровске. Также готовится проект приливной электростанции в Тугурском заливе. Там столб перепада воды до 10 метров в сутки. Представляете, какая мощь? Оцениваем мощность 8 гигаватт. Приливная электростанция должна обеспечить энергией завод по производству водорода и новый терминал, в который будут доставлять уголь по новой Тихоокеанской железной дороге. Антон Петрович, Телеканал «Губерния». Продолжение следует...